Всем привет, меня зовут Милена, и я очень рада видеть вас на своём канале. Это очередной влог, и сегодня будет интересный день, потому что мне наконец-то пришли мои наушники, и мне нужно позвонить курьеру, чтобы он мне их привёз. Затем мне нужно отправить посылку своему тайному Санте. У меня сейчас телефон стоит на коробке, я сейчас его переставлю. Вот эта коробочка, здесь всё упаковано. Таким образом, оформлена ручкой серебристой, вот, это мы сзади мои поцелуйчики. Здесь у меня носки, набор огромный, карандаши для губ, и гель для бровей, и также мармеладки-вкусняшки. Я думаю, что это довольно хороший подарок. Так как у нас был ограниченный бюджет, и я считаю, что я как бы на этот бюджет сделала довольно хороший подарок. И сегодня мне его нужно отправить, как я уже сказала. Потом нужно позаниматься в ЕГЭ, как всегда. Мне уже этого, если честно, плохо, я уже не могу, я это не выдержу. Меня уже тошнит от этих экзаменов, и мне просто даже не хочется прикасаться ни к одному из предметов, потому что это мне уже настолько достало, что я просто не представляю, как я протяну ещё полгода, потому что, ну, это реально очень тяжело, ну, особенно, когда готовишься так, как я. Ещё три предмета — это просто невероятно. Не знаю, изменила бы я что-то или нет, если бы я смогла переместиться в прошлое и сказать себе, как будет трудно. Возможно, я бы не взяла общество знаний, но сдаваться на полпути не для меня, поэтому, ну, буду так дальше готовиться. К тому же оно мне уже начало нравиться, и, в принципе, довольно интересный предмет, ну, как по мне, и раздел экономика мне очень нравится, который мы сейчас проходим, и дальше будет политика, которая мне тоже интересна. Поэтому ладно. Также из последних новостей — я почти дочитала книгу. Я вчера не смогла её силить, я уже очень сильно захотела спать. Тут осталось 20 страниц, но я просто, я очень хотела спать, поэтому я такая, нет, я не могу её дочитать. Поэтому сегодня я её наконец-то дочитаю. Не знаю, что возьму следующее. Сейчас я буду кушать, звонить курьеру, чтобы он мне привозил мои наушники, заправлю кровать и дальше садиться за уроки. Хотела сказать, что мне вообще сегодня нужно сделать. Это поучить слова срочно по английскому, потому что я их давно не учила. Потом посмотреть онлайн-урок, который был, и я на нём не присутствовала. Потом посмотреть урок по грамматике и сделать домашку по нему. Вторую часть по истории, вебинар по обществу, творческое ДЗ по обществу, ну, продолжить подготовку к зачёту по обществу, я уже начала готовиться. Выложить влог, я уже его выложила. Вот, предыдущий на канале. Потом отправить посылку в Тайном Санте и получить наушники. В принципе, всё. Как я готовлю зачёты, я беру и прописываю каждую тему. Вот так. И я уже написала четыре темы. Всё, я пошла есть. Окей, гайз, я покушала, и мне приехали наушники. Я очень участвовала. Сейчас мы их будем открывать. Я заказывала на Яндекс.Маркете, там дешевле обычно. Ну, просто мне так попалось, я ещё на какую-то акцию попала, какой-то промокод ввела и вообще дешевле заказала. О, май гад. Сейчас я буду это... Это сейчас будет прекрасное чувство. Ой. Что-то у меня не так тут пошло. Как долго открываются. Блин, я боюсь, что у меня руки в помаде, и я всё это испачку. Потому что я ела, я её потом подтирала пальцами. Не знаю, что сказать. Я сейчас буду, конечно же, с ними разбираться, а потом к вам вернусь. Вот мои наушнички. Я очень счастлива, очень рада, но они пока разряжены. Сейчас я их заряжу. Из меня какой-то не очень распаковщик, всё, ладно. Я просто была слишком эмоционально избударажена. В общем, вот такой тут Lightning для них. Как раз для Type-C. Ну, как она называется? Не знаю, короче, для такой зарядки, который у меня. Но, в принципе, она мне не нужна, потому что я буду это заряжать, скорее всего. Но хорошо, что есть, в принципе. Хоть что-то радует. Потом вот такие здесь есть вкладыши. Нет, не вкладыши. Я не помню, как это называется. Ну, короче, вакуумные фигни вот эти, которые... Из меня ужасный обзорщик. Ну, в общем, вот эти... В общем, вот эти штуки, которые надеваются... Как они называются, я не помню. Всё, я разобралась с наушниками, всё такое. Также, сегодня вообще прекрасный день. Мама принесла мне книгу. Мою электронную, которая сломалась, не знаю, год назад. И, наконец-то, мы её починили. Сегодня вообще топовый день. Я так счастлива. Всё, сейчас я сажусь за вторую часть по истории. Затем сделаю тест по обществу, потом английский и вебинары. Всё. Я написала вторую часть по истории. Не знаю, какую-то фигню написала в восемнадцатом звании. В девятнадцатом, в принципе, всё норм. И... отправляю. Ой, а что случилось в моём видео? Почему оно стало таким хорошим? Ну, ладно. Я поняла, что я не могу сделать сейчас это креативное задание, потому что оно в теме монетарная и фискальная политика. А я ещё не посмотрела по ней вебинар. Теперь я поняла, почему возмущались девочки в группе. А как я буду сделать это задание, если я реально не смотрела ещё вебинар? Ладно, сделаю пока английский. В какой-то момент я поняла, что просто не хочу делать уроки, поэтому я собралась и вышла из дома. Ну, в общем, да. Я психанула. Я оставила всё. И иду отправлять посылку тайному санте и гулять в центре города, куда я, соответственно, сейчас поеду. Ой, какая красота. Ну, просто, понимаете, меня просто это всё задолбало. Я не могу больше. Я просто понимала, что если я сейчас буду сидеть дома, то я ничего не сделаю и просто проваляюсь всё время. Нет у меня настроения на то, чтобы заниматься этим. Поэтому я пошла на улицу. У нас такая красота на улице. Скорее всего, это всё скоро растает. Но сейчас приятно. Вот моя посылочка тайному санте. Короче, всё. Я отправила посылку. У меня сначала хотели надурить, и такие мне говорят, 1400. Я такая, чего? Я в прошлом году за 300 рублей отправляла. А они такие, ну это с доставкой на дом. Я говорю, а зачем мне с доставкой на дом? Мне в отделение. А она мне говорит, 430. Я такая, хм. А я в прошлом году отправляла через приложение. И было дешевле. Можно так? Она такая, да. В итоге, знаете что? Я заплатила 313 рублей. Вместо изначальных полторы тысячи, которые мне сказали. Полутора тысяч. Это был прекрасный вечер наедине с собой. Я гуляла два с половиной часа. Слушала лекции по истории, по дороге в центр города. Учила слова в квизлете. Наслаждалась песнями в наушниках. Просто смотрела по сторонам. Ставьте лайк, если вы тоже гуляете одними. А потом я приехала домой и села сразу за уроки. И тогда мне жизнь такой прекрасной уже перестала казаться. Потому что дедлайны просто давили мне на голову. И я легла спать в 2 часа ночи. Точнее, можно сказать, даже в 3. Но об этом позже. Сейчас я делаю английский. Эх, приятно. Грамматика любимая. Я посмотрела урок. Сейчас буду смотреть. Точнее, делать домашку по английскому. Когда я только садилась за задание по грамматике, я не думала, что это будет настолько сложно. Я невероятно устала, пока его делала. И в итоге так и не выполнила полностью, отложив на завтра. Потому что у меня просто кончились силы. Я сделала только 3 страницы заданий из 5. Уже очень много времени прошло. Я невероятно хочу спать. Мои подруги завтра день рождения. Поэтому мне нужно как минимум спать до 12. Но я чувствую, что буду сидеть полночи. Потому что мне нужно сделать еще очень много. Я даже не приступала к обществу. Я уже просрочила дедлайн. Мне нужно еще искупаться. Я хочу есть. Осталось 2 страницы. Я думаю, что я пойду поем. Искупаюсь. И дальше все это делать. В декабре я полностью прочувствовала, насколько сложно готовиться к экзаменам на высокие баллы. Если ты хочешь добиться этого результата, недостаточно просто выполнять пару упражнений ежедневно. Ты должен посвящать этому все свое время. Иметь огромную волю к победе, к достижению результата. И обладать стрессоустойчивостью. Посмотрите на меня мне очень плохо. В общем, я сделала 4 страницы из 5 домашки по грамматике. Я просто больше не смогу сделать. Я доделала это завтра. Сейчас я иду кушать, купаться. И затем следиться за обществом. Субтитры сделал DimaTorzok Я очень быстро сделала полезные материалы. Они были очень легкие. Я их сохраняю, отправляю. Но на этом мои дела не закончились. Я села за рисование. Мне нужно было принести в школу на следующий день контурную карту по географии. Плохую оценку я получать не хотела. Поэтому пришлось разукрашивать. Боже мой, я наконец-то закончила с этой грёбаной контурной картой. Сейчас уже 2 часа ночи. Всё. А это, мои дорогие друзья, видео проходит к концу. Начинала я со здравия данных. Бог закончил, за упокой. Спасибо, что были со мной в этот сложный день. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Я всё читаю, всё лайк. Подписывайтесь на инстаграм. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok